Всем привет, ребята! С вами Чент, и вы смотрите проект Аферисты в сетях. Не жалейте своих лайков и комментариев, я буду выпускать чаще ролики. А сегодняшний выпуск вам точно понравится. Меньше слов ближе к делу. Поехали! Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал Чент ТВ Лайв. Там вы сможете увидеть то, чего никогда не будет на этом канале. Личная жизнь, интересные встречи, отдых и море качественного контента. Говорят, если подписаться, то ты станешь богаче. Поддержи меня, и удача тебе точно улыбнется. Ссылка в описании. А мы продолжаем. На что только не готовы пойти ради наживы принцы сайтов знакомств. Ой, тормози, тормози! 27-ричный Славик клюнул на Кристинину анкету блондинки. В его анкете одне-единое фото. Славик. И насторожил нас тем, что нибы непомятно выпиток. У меня друзья берут кредиты перед зарплатой регулярно. От зарплаты до зарплаты не живешь, типа... Кристины зарплата. Тоже 5-го числа, не у нас 3-го. И дизнавшись, призначив побачення на другой день после зарплаты. И Кристина погодилась. Давай встретимся. Ну, короче, ясно, что уже он знает, что у нее деньги на руках зарплата. И встречаем следующий день. День встречи. Давайте сейчас так же самое начнем. Чем будет, ребята, развод? Как он будет ее кидать? Ясно, что он кинет ее на деньги. Какие у вас предположения? Только пишите, кто еще не смотрел этот ролик. Я, правда, еще сам не знаю. Но ясно, что мне кажется, что-то будет связано с машиной. Судя из того, что мы увидели. На курсе и в окулярах. Согласно анкеты, она сегодня блондинка в рожевом. И с котиками на коленках. Какие, кстати, заценили переходы. Группа в трех машинах рядом. Звязок держит через подслужку на крестине. Подслужка. Чекаем на белый ланос Славика. 16-10, а Славика нет. И ни одного белого ланоса поблизу. Чого б этот кавалер запознався? Что, Славик? А, вот Славик. Ну, открыл дверьку. Привет. Привет, Савченко. Спасибо. Ты прям даже дверку открыл. Конечно. Джентльмен. А можно сюда эти очки? Конечно. Прекрасно. Теперь работают две камеры. На очках и на моей куртке. Привет. А Славик оказался очень красивым. Чего ж фотка в анкете без лица? Чтобы следов не оставлять, если что. Совсем забыл. Цветы купил? Весенний такой яркий такой. Прям как-то яркий. Слушай, так нет, сейчас уже никто цветок не дарит. Сейчас считай, считай меня старомодным. А куда мы вообще едем? Это сюрприз. Или идем? Нет, это сюрприз. Сейчас поедем. Да, подбросить подсказку группе не удалось. Значит, работаем в режиме слежки. Нас ведут три машины. Все хорошо, мы прямо отбывали. Мне так интересно, когда мы едем. Подожди с самого красоты. Я не знаю, я просто одета, так там не придется. На парашюте летать, я боюсь. На парашюте, блин, ну ты раскрыла мои планы. Да, хорошее чувство юмора и красота – убойное сочетание для очаровывания девочек. Я прям таю. Нет, друзья, рассказывают. Знаешь, там один друг, там встретился, а там, ну, как обычно бывает, ну, чем нигде рассказывать. Ой, тормози, тормози! Не переживай. Не переживай, да мы только что чуть не впилялись в зад другой машины. Это что за прикол такой? Слушай, что вообще наша дергается, не нравится. Может, лучше таки прыжок с парашютом, чем такая езда? А мне как-то не смешно. Интересно, про какой сюрприз он намекал в переписке. Что-то мне уже это не нравится. Такие, да. В формоклассе вообще, ну, знаешь, мне твои глаза очень понравились. Так поносить? Да. Это серьезно на самом деле. Очень красивые глаза и видно, что ты хороший человек рассказывал. Комплименты банальные, но намек интересный, что я добрая и хорошая. К чему бы это? Зато его езда совсем нехорошая и постепенно начинает меня изматывать. Что это за езда? Непонятно. Что делать, бедная Кристина? Резкие рывки, торможения, некорректные обгоны. Да. Мы тут просто подрез... Подрезает. Так, это явно все неспроста и мне реально уже страшно. Это не езда, а сплошной стресс. Даже вспомнила собачка из интернета рядом с плохим водителем. Сейчас мы с ней прямо одно лицо. А мы тем временем подъезжаем к парку. Я забираю очки с камерой и мы уходим по аллейке вглубь. Вот такой вот парамодный немножко. Люблю гулять по парку. Но я не вижу группы. Блин, а где они делятся? Ну машина стоит. Так выходит. Блин, чуханный бабай. Так, в чем развод? Дай денег в долг. Очень красиво это было. Я смотрю, ты тоже романтик. Это такая редкость. Я битворяюсь на самом деле, что романтик, а сам тебе не был в какой-нибудь такой темный угол. Не боишься? Пока угол просто не очень темный. Пока не боюсь. Свидание как по книжке. Это меня и смущает. Он не похож на мечтательного романтика. Мостик называется «Мостик для влюбленных». Ну ты не подумаешь, что я там такой там сопли, слюни там. Мне просто захотелось их сюда привезти. И все же он невероятно обаятелен. Когда надо, говорит очень мягко и обволакивающе. Как будто усыпляет бдительность. Здесь такая легенда ходит, что если Боря влюбленных, здесь загадывают планы, то она обязательно сбывается. Я надеюсь, про себя можно? Ну можно про себя, если как бы... Нет, не в смысле про меня, а в смысле в смысле вот тут в голове. Давай сначала ты загадаешь, а потом ты скажешь, а потом я скажу. Загадал. Загадал? Да. Так ты рассказываешь, что ты загадал? Наш брат выздоровел. Опа, а вот это не по книжке. 14 лет, пацаныч. Родной брат, да? Синескетти любит кататься. То есть там ворку, там все дела. Ну и с лестницы упал. Певалон депрагодина, стопает. Ой-ой-ой. Знаешь, он там как котенок лежит на обезболивании. Маму там плохо там. Ну блин, допрыгался называется. Из-за этого вечера мне надо туда, ну как бы смотаться. Ну все, короче, дай бабла. Брату нужно отвезти на операцию. Кто-то ему позвонит. А что, вот нужно срочно деньги на операцию? Сколько? У меня столько нету. Кристина, добавь, пожалуйста, спаси брата. Ну как-то так, если представляю. Я все равно очень рад, что виделись, прогулялись. Кстати, тем мурашки, это холодно. Ты знаешь, мне как говорят, что слова могут соврать, глаза могут соврать. Честно, это холодно. Я угадал вообще, правильно? Правило любого афериста. Прощупать степень доверчивости и отзывчивости жертвы. Сейчас это было похоже именно на это. Мама, ужасно, ужасно, плохо. Мне и вправду жалко, если это правда. А у нас продолжается романтика, как по книжке. Даже белочка, как на заказ. Куда же он меня ведет? К сюрпризу? И зачем так сакцентировал на этом браслете? Это когда у меня отец и матерь разводились. Отец мне подарил его. Всегда помню, он мне всегда с тобой. Парк славы, ребята. Я разводиться ни с кем не буду. Я опять же повторюсь, в старом моде. Хочу, чтобы раз, как бы на всю жизнь. А ведь он подбрасывает в беседу все то, что хотят слышать девочки. Что серьезные, что надежные, что против разводов. Я очень бы хотел крепкую семью, чтобы дети были вот такие вот карапузы. И ведь это сразу располагает его к себе. И тут я вижу его сюрприз. Колесо обозрения? Я что, нет, не каталась на колесе. Это такой большой сюрприз. А вот тут бы девочки совсем растаяли. Красив, романтичен, ответственен, заботлив. Вот, ой, 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 ой. Ладно, не будет с лесом. Ну вот слишком все как-то правильно. Цветы, романтика, прогулка. Как будто очень хочет произвести хорошее впечатление. И ведь вообще не похож на аферистов, что нам попадались. И на закуску он предлагает поехать в ресторанчик. Группа по-прежнему в режиме слежки. В такой толпе Славик ничего и не заметил. Возвращаемся к машине. Лекарство куплю, все, ребята. Вот о чем я говорил. Так, еще раз напомнил про брата. Не взначай. Мы что, поедем сейчас к нему в больницу? Сто пудов. Деньги на лекарства, на лечение. И опять это нервная езда. Но зачем ему это нужно? И вдруг машину начинают странно подергивать и сносить к обочине. Ой, что произошло? Что случилось? Одно на одном. Ой. Фу, господи. Я думала, что мы уже врежемся прямо в этот бордюр. Я вижу, что группа частично успела среагировать. Кто-то проехал, кто-то как раз догнал. Что же происходит? Не поняла, он реально поломался? А если бы у меня не было мобильного интернета? Как бы мы нашли СТО? Но в этом районе их оказалось валом. И ближайшее через 750 метров. Я вообще не понимаю, что такое холостой ход, но даже здесь он умудрился подумать обо мне, а не о своей поломке. А СТО оказалось на закрытой территории. Но чего я паниклую? Надо свое. Я ему его в интернете нашла. Итак, сейчас я без группы. Через подслужку они слышали адрес СТО, пока мы его вместе искали. Найдут? А Славик с механиком ковыряются под капотом и что-то обсуждают в сторонке. И постепенно Славик меняется в лице. Свой стоочник. Что случилось? Что? Деньги надо. Да там вообще жопа. А что такое? Там, говорит, тысяч на семь на восемь. Ой-ой-ой, что ж там? Что ж там? Она так много поломалась. Да блин, сказал, что там все, блин, поломалась. По-моему, Славик и правда озадаченный расстроен. Кстати, вот и группа в машинах. Встали в сторонке, типа ждут очереди. Неужели мы промахнулись? Но ведь Славик не зря в переписке угнал, когда я получаю зарплату. И именно после зарплаты назначил свидание. Предложил, да, да. Колеса нужны просто по заре. Сумоловая операция. Доктор сказал, если что, нужно будет за лекарствами. Операция серьезная. Бедро. То есть там, не дай бог, что-то неправильно сделают. Вообще хана, блин. Инвалидом будет. Еще и этот, блин, козел, блин, сейчас мне семь штук сказал. Мне, говорит, по минимуму. Ой, ***. Ладно, сейчас друзья позвоню. Опа, это мы уже проходили. И дверь специально не закрыл, чтобы я слышала. Дай бабла. Алло, Юр, привет. Как? У меня срочно деньги нужны. Машина сломалась. Там у брата операция. Там вообще срочно надо. Юрка, блин, ну очень надо. Я тебя часто прошла. Кристина, может ты? Друзья реально познается. Черт, он кажется, правда расстроен. Может, я напрасно его подозреваю? Блин, как из солнца. Так все навалилось. Ну, я понимаю, что там свидание, все остальное, что выгляжу сейчас, я не знаю, как ты, не мужик, а тряпка какая-то. Мне уже некуда обратиться. Всем, друзья, вам звонят. Всем абсолютно. Так, проверить мы можем, только дав ему денег. Да, извини, наверное, я должна была и сама предложить. Я просто... Куда? Ты что? Ну, у меня просто только на карточке же есть. По странной случайности банкомат оказался через дорогу. И через пять минут я уже принесла пять тысяч гривен Славику. Угу. И горе Славика сменила плохо сдерживаемая радость. Честно, у меня родители, наверное, жениться на тебя заставили. Меня даже не заставят. Это... Блин, у меня правда слова нет. Да ладно. И тут Славик меня решил сплавить. Но под внятным предлогом. Ты, наверное, знаешь, что? Езжай домой. Офигеть. То есть это долго будет, это долго, нудно, матюки. Сейчас будем с этим разбираться. Ой, и знаешь что? Это для тебя, для меня, чтобы я себя не чувствовал уже, блин, дерьмом последним, и чмошником. На, вот мой браслет. Так, и отказа не принимается. На, держи. Ты знаешь, как он для меня дорог. Это чисто, это золото. Он стоит даже намного дороже, чем пять тысяч. Ух ты, интересно. Я сбита с толку. Браслет тяжелый, крупный, правда, на вид дорогой. Неужели машина реально поломалась? Ни хрена не золото. Я делаю, как он предложил, вызывая такси. Наше такси, которое отвозит меня недалеко за угол. Теперь мои глаза и уши группа в машинах на территории СТО. Сейчас он поремонтировался. Я слышу подслушку новость. Офигеть. Он выезжает. Вот блин, урод. Вот никто из нас не ожидал такого поворота событий. И пока Славик думает, что провел меня, мы думаем, как не дать ему смыться, ведь он на машине. Слушайте, позвоните кого-то сейчас на канал, пусть нам подгонят какую-то машину, типа внедорожник какой-то. Нам только надо убедиться, что его машина все-таки на ходу. И, судя по всему, минут через сорок это станет ясно. Джип с реквизитом в подмогу нам прислали быстро. Им мы будем блокировать выезд. А за рулем джипа буду я в новом образе. Смотри, клятя собака смотрит. Через лобовое на расстоянии он меня точно не узнает. Моя задача криком выманить его из машины. А там пацаны уже подхватят. И знаете что, через сорок минут безо всякого ремонта машина Славика поехала. Готовно. Ты с какой он съезжаешь? Скоро добьешься? Иди сюда. Брешься прям на своей консерве. Ну, тебя повылазило? Ты больной, тебя повылазило? Опа. Что за чердя, блядь, руки убрать, блядь. Теперь, блядь. Ну, что, дорогой. Так что, брат в больнице? Что это за цирк, блядь? Цирк? Потому что это были мои идеи. Как ты докажешь? Не поверишь, все снимали скрытые камеры. Я понимаю, что аргумент, наверное, для других девочек был такой же. Как ты докажешь? А вот у нас все было записано. А знаете, что он на самом деле делал на СТО? Капец. Оказывается, пользуясь смазливой мордашкой и романтическими приемами, Славик очаровывал девушек. Потом бискался про брата, имитировал поломку машины, а на механике это легко, и просил выручить деньгами. Но главное, на СТО Славик просто переобулся. С зимней резины на летнюю. А поломку просто выдумал. Зато смешно, как по-разному выглядел спектакль Славика для меня и для механика СТО. Знаете, почему на самом деле Славик менялся в лице? Что отводила? Чем он говорил вообще? Подшипники поменять спрашивал, сколько масла, генератор. Я ему цену назвал, сколько это в среднем примерно будет стоить. Но он не конкретно сейчас, но спрашивал, сколько в среднем это будет стоить. А цены сейчас на все ого-го. Поэтому для меня и для механика его реакция отчаяния была оправдана. Так а сколько он заплатил? Ну, уже в своем месте с резиной, с работой. Три с половиной получилось. Блин, он даже еще заработал. Это капец. А что, кидалово какое-то или что? В итоге да. Да, и с браслетом тоже кидалово. А браслет оказался без пробы. В железяках гривен за 150. Вот такой вот честный обмен на 5000 гривен. Капец. Вот такая вот жесткая офера. Да, девочки, будьте в курсе. Ну, и вы, мальчики, теперь тоже знаете, как, в общем-то, кидают на бабло. Но вы так не делайте. Ни в коем случае то вас накажут. Это был Андрей Чет. Не забывайте своих лайков, комментариях. И часто будут выходить ролики. Я вам обещаю. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok